всем здравствуйте продолжаю снимать видео о голодании на воде у меня идет на канале целый цикл видео под названием голодание на воде для новичков я уже снимал ролик о том как готовится голоду я снимал видео о том как проходит первый день как нужно чистить кишечник на голоде и сегодня у меня третья часть непосредственно уже само голодание что могу сказать о себе у меня уже сегодня четвертый день голодания то есть четыре дня я уже ничего не ем пью одну только воду я не стал снимать с первого дня потому что у меня обычно первые два-три дня ничем не отличается от стандартных дней то есть я себе нормально чувствую и никакого как бы ощущение что я голодаю где-то на третий день второй половине или на четвертый сегодня я уже начинаю чувствовать что я не ем что немножко как бы падают силы но это как бы не критично что могу сказать чувствую себя хорошо чувствуется уже что я ничего не ем то есть как бы такой как бы батарейка садится как прошел мой сегодняшний день первое что хочу отметить что лично для меня голодание на воде ну не признак того что я должен лечь на диван и лежать целый день потому что я не могу ничего делать сегодня я был на улице сегодня я например на четвертый день обрезал деревья вот так это все происходило на свежем воздухе работа не пыльная как говорится не тяжелая в этом году я голодаю только семь дней потому что у нас карантин я не знаю как дальше будет развиваться ситуация плюс я там по своим делам не успеваю проголодать как минимум 15 дней что я всегда в последнее время делаю поэтому четвертый день прошел нормально без каких-то происшествий пятый день голодания и сегодня хочу остановиться на некоторых моментах первое первое нужно гулять гулять на свежем воздухе быть как можно больше на улице лично я гуляю два раза в день утром и вечером ну хотя бы по 40 минут это минимум ну и в течение дня стараюсь как можно чаще выходить на улицу второй момент это мерзлявость у меня лично где-то на третий день появляется ощущение зябкости такой то есть становится прохладненько если обычно я хожу по квартире в шортах и всегда на босую ногу то на голодание я уже хожу в спортивных штанах и где-то с десятого дня одеваю даже носки чего никогда не делаю вот сейчас я гуляю на мне куртка теплое зимнее под низом кофта футболка и я еще ободел 2 пары штанов потому что ну холодно перчатки несмотря на это чуть-чуть зябкость в руках есть ничего страшного это нужно просто перетерпеть и еще по поводу мерзлявости мне очень интересно голодание в каких-то теплых странах поэтому если вы живете в теплой стране если вы хотите поголодать под наблюдением или за компанию с довольно опытным в голодании человеком то пишите будем договариваться шестой день снимаю уже вечером потому что день прошел как бы без каких-то либо эксцессов все традиционно гулял работал но сегодня на шестой день я уже начал думать о выходе из голода сейчас у нас карантин магазины рынки закрыты поэтому пришлось ехать в город созваниваться с людьми по интернету списываться привез все что нужно для выхода а именно вот мешок морковки 21 килограмм и еще 16 килограмм яблок это все для сока потому что на выходе нужно пить сок свежевыжатый все нес сам 20 килограмм мешок и 16 килограмм яблок не скажу что я взлетел на четвертый этаж но нормально с крейсерской скоростью поднялся то есть особых проблем у меня с этим не возникло седьмой день голодания сегодня он должен был быть последний но я так решил что я наверное проголодаю 8 дней а на 9 уже буду выходить пока что все нормально проснулся утром сейчас у меня утренняя прогулка чувствую себя замечательно вот так вот гуляю наслаждаясь свежим воздухом весенней погодой солнечной даже не ощущая что я проголодал уже 7 седьмой день голодаю супер обед решил сделать велопрогулку нужно поехать на склад транспортной компании восьмой день снимаю поздно вечером это значит что мой голод в течение 8 дней завершился завтра я выхожу из голода начинаю пить сок начинается выход но это будет совсем другое видео на другую тему по сегодняшнему восьмому дню прошел довольно насыщенно утром была традиционная прогулка потом мы с сыном поехали на питомник купили деревья плодовые сажали у тёщи на приусадебном участке деревья потом приехал домой чуть-чуть отдохнул сажал малину сажал уже первую зелень потому что у нас уже весна вступает в права и был сегодня один интересный случай выхожу вечером уже на огород сажать зелень спрашивает меня сосед если у меня труба потому что он откручивает колеса на автомобиле он мне говорит что слушать ты же там у нас а-ля спортсмен может им поможешь мне а то я не могу сорвать болты он использует я не знаю как этот ключ называется вот сейчас его сюда вставлю вот такой вот ключ им нужно было откручивать болты на колесах он такой худенький еще после операции там у него серьезная была операция там полгода назад он не может сыном открутить сыну там по моему четырнадцать или пятнадцать лет ну я подошел говорю слушай я восемь дней ничего не ем я не уверен своих силах но не поверите я попробовал у меня получилось я открутил одно колесо это 4 болта и потом еще на другом колесе два болта открутил но за это время сосед нашел трубу как бы и дальше уже сам начинал делать поэтому говорить о том что на голодание там как-то сильно уж падают силы не падает конечно же но чтобы критически что вы не можете поднять стакан воды это конечно бред что хочу еще в завершении сказать я вам рассказал как нужно в принципе делать что делать но хочу еще сказать чего не нужно делать самое главное чего не стоит делать и чем я сталкиваюсь всегда мне всегда пишут в социальных сетях сообщениях я вот на восьмом десятом пятнадцатом дне голодания у меня какие-то проблемы а как выходить то есть люди идут в голод я не говорю о том день два три это как бы ни о чем на длительные голодания от 7 дней и больше они входят неправильно голодает неправильно выходить как из голода не знают то есть я вас прошу прежде чем голодать это очень серьезная вещь это даже опасность вашему здоровью и жизни пожалуйста учитесь или берите какие-то консультации например я даю консультации даже сопровождаю в голоде кому не хочется учиться хотя это тоже не выход нужно изучать этот вопрос потому что это очень серьезно с бухты барахты просто так голодать не стоит там на авось это очень серьезно поэтому учитесь изучайте материалы например прочитайте книжку юрия николаева голодание ради здоровья вот ее одной только достаточно для того чтобы понять как что такое голод как он работает и зачем его использовать и как его использовать поэтому учитесь на сегодня это все спасибо что смотрели увидимся пока